Привет, братва! С последнего видео вы можете сказать, что я немножко постарел. Может, оно так и есть. Сейчас в этом видео расскажу. Значит, взял себе новый аппарат BMW E39 с мотором М52. Но проблемы все те же. Человек делал капиталку двигателя, прошел 52 тысячи, и опять появился какой-то скрежет, такой вот звук, как подшипник. Я в интернете посмотрел, многие пытаются выяснить, что это за звук. Сегодня мы попробуем продиагностировать, что это, и что вообще нужно заменить, или просто нет выхода. Я надеюсь, это вдруг слышно. Это в районе натяжителя цепи. Снизу лучше слышно. Диагностику будем проводить обычным хода-скоком. Будем слушать каждую торсунду. В порсунке не полный порядок. Иванов работает нормально. Теперь в мере звука натяжителя цепи между распредвалами. Тут все тихо. Теперь идем ниже и пробуем послушать там, где гидронатяжитель цепи. Вот звук слышно там. Получается, звук там слышно отчетливее, но все равно это не гидронатяжитель цепи. Ну, будем копаться дальше. Может быть это ролик. Звук похож, как будто бы подшипник вращается. Частота, в принципе, похожа. Сейчас будем анализировать. Все, ремни я, значит, скинул. Шкивы у нас голые. Идем запускать движок. Надолго нельзя так запускать, чтобы двигатель не перегрелся. Ну, звук такой, немножко присутствует, но меньше. Мне не понравился звук помпы. Слушайте. Присутствует люфт на оси. И звук еще вот такой вот. Сейчас попробуем заменить помпу тогда. В любом случае она уже под замену, потому что здесь хороший люфт и что-то скрипит. Открутил, значит, болты и гаечки от помпы. Теперь нужно извлечь помпу. Обязательно подстилаем тазик для слива жидкости. Берем болтик. Тут есть специальная резьба в помпе для ее удобного извлечения. Она упирается, получается, в блок. И таким образом помпу выталкивает. Сейчас проверим, работает ли эта штука. Откалывается от блока. Все, здесь помпа откололась. Теперь можно делать то же самое с другой стороны. Также будьте предельно осторожны, когда скинете помпу. Вылится много антифриза, но за тазик помним, да? Вот, вот эта помпа. Что за номерок у нее? 160816. Хочу обратить, что крыльчатка здесь не металлическая, а силуминовая. В принципе, это не очень хорошо. Значит, говорит о том, что помпа дешевая. Просто не могу даже определить, что это за бренд. Попробую по вот этому артикулу 160818 определить. Значит, купил помпу производителя Хеппу Германия. Я использую их антифриз и использую их помпы. Помпа здесь сделана из металлической крыльчатки, с нержавейки. Попрошу внимания. Поэтому, качество говорит само за себя. Приступаем к установке. Все, помпа на своем законном месте. Приступаем к заливке антифриза. Одеваем ремешок. Заодно решил махнуть пару роликов обводных, чтобы со временем не доставляли неудобств. И приступаем к проверке. Значит, антифриз каким образом мы заливаем? Откручиваем крышку радиатора. Откручиваем спуск воздуха. Вот такой вот винтик. И приступаем к заливке антифриза. Я лью зеленый Хеппу. Предварительно я его слил, прочистил. Теперь можно приступать к заливке. Лить нужно до тех пор, пока рядом отверстие для спуска воздуха не пойдет антифриз с пузырьками. Кажется, я угадал, что нужно будет 3 литра готовить. О, пошло. Нет. Значит, не угадал. Смотрите, каким образом. Вот мы льем. Идет вот жижа. Я продолжаю лить, а пузырей нет. У меня система до этого была, в принципе, прокачана. Но все равно, дабы избежать каких-то перегревов, я прокачиваю дополнительно. Каким образом? Я закручиваю винтик для спуска воздуха. Закручиваю плотненько. И иду включать печку на максимум. Так, берем, включаем печку на максимум. Делаем тише. Берем, включаем вообще на 32. И здесь включаем на 32. Объясняю, для чего это делается. При этом положении клопа на печке открывается максимально. Соответственно, проход охлаждающей жидкости максимальный. Плюс, у тех, у кого установлена дополнительная помпа, начинают автоматически качать. Теперь можно заводить движок. Теперь оставляем открытую крышку в бачках. И держим 2500 оборотов. При этой температуре, при этом, при этих оборотах. Вот у нас пулькает. Выходит воздух. Теперь закручиваем крышку прямо на горячую. Теперь можно отрыть, слегка приоткрутить линтик для справливания воздуха. Теперь нужно опять погазовать, чтобы здесь пошла равномерная струйка без воздуха. Звук стал намного тише. Это говорит о том, что не справлялся гидронатяжитель цепи с натяжением. Это говорит о двух факторах. Либо плохое масло с малой вязкостью, не давало давление, чтобы придавить башмак. Либо растянулась цепь. Если растянулась цепь, то, конечно же, желательно при возможности вскрыть двигатель, проверить на предмет износа и замены. Потому что это очень важная штука. И если она поломается или порвется, то ремонт потом будет стоить дороже. Ну, мы заодно поменяли помпу. А оказалась проблема банальна. Проста.